Нынешние российские законы могут быть сложнее, чем, например, критика чистого разума Эммануила Канта. Вот это решение суда можно читать как увлекательное литературное произведение. Ты сидишь и тратишь, не знаю, по полчаса, чтобы понять, а что же здесь написано. Предположим, интересуешься работой Государственной Думы и хотел бы посмотреть, что там депутаты обсуждают, какие поправки вносят. Ну, посмотришь на это расписание, и ты ничего не поймешь. Ну, кстати, Конституция, например, считается одним из самых простых законов. Законы должны быть понятны всем. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет. Совсем недавно Высшая школа экономики опубликовала довольно любопытное исследование с неутешительными для большинства граждан России результатами, на мой взгляд. Исследователи из вышки проанализировали тексты российских законов и пришли к выводу, что понять их бывает сложно даже профессионалам. И вот, изучив это исследование, мы с Наташей решили поговорить о том, а нужно ли простым смертным в принципе разбираться в текстах законов, как пишут эти законы в современной России и к каким идеалам нужно стремиться. Помогут нам в этом разобраться Александр Кнутов, старший научный сотрудник Института государства и муниципального управления НИУШ. И Константин Добрынин, статус-секретарь Федеральной палаты адвокатов. А с 2012 по 2015 год он был членом Совета Федерации от Архангельской области и заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Расскажи, пожалуйста, а что, собственно, сподвигло исследователей из высшей школы экономики заняться анализом текстов российских законов? Ну, я так понимаю, они анализируют их уже не в первый раз. Самые первые исследования в Институте государственного и муниципального управления вышки сделали полтора года назад, а сейчас просто обновили данные за 2020 год. Что любопытно, они анализировали не только законы, принятые за последний год, за последние полтора года, они взяли большую базу данных законов, начиная с 1991 года, когда современная Россия образовалась. И, конечно, результаты, на мой взгляд, довольно печальные, потому что, как пишут авторы исследования, нынешние российские законы могут быть сложнее по пониманию, чем, например, критика чистого разума Эммануила Канта. Мы сделали такой замер этого философского трактата, и оказалось, что около 80 законов являются еще более сложными. Но тут надо понимать следующее. Сам трактат, он сложен еще и обилием терминологии философской, которая неизвестна многим людям, и сама сложность слов еще приведет к тому, что многие не поймут, о чем писал Эммануил Кант. Мы сложность терминов не оценивали. По синтаксической сложности действительно философский трактат не уступает российским законам, а некоторые законы даже превосходят. Кстати, не филологам или тем, кто забыл из школьного курса, что такое синтаксис, стоит в двух словах пояснить, что речь идет о знаках припинания, о структуре фразы, о том, сколько там причастных, где и причастных оборотов. Какие члены предложения? Есть там только подлежащие или сказуемые, или еще куча разных дополнений, вводных конструкций и так далее. И вообще это о том, как построен текст, как построено предложение с грамматической точки зрения. Насколько я понимаю, исследователи констатировали, что в настоящее время среднее количество слов в законе выросло с 4970 в 1991 году до 12450 в 2019. А некоторые статьи увеличились в объеме в три раза. И сейчас вот есть статья «Рекордсмен» в законе о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, и в ней в одной статье содержится 707 слов. И как рассказал мне Александр Кнутов, вот эти 707 слов – это количество слов в одном предложении. Это самое длинное из того, что они обнаружили. Я думаю, еще важно сказать о том, как проводили в вышке это исследование, как рассказал Александр Кнутов. Исследователи анализировали не смысловую нагрузку, а то, как построены сами предложения, то есть анализировали синтаксис предложений, даже придумали специальный индекс, по которому они и рассчитывают эту сложность законов, и называется он «Индекс синтаксической сложности». Законы сами по себе заведомо сложные, иногда от этого и сложности никуда не уйти, поэтому все инструменты существующие, распространенные, они показывали просто запредельные сразу значения сложностей. Поэтому мы разработали свою методику оригинальную, которую назвали вот этим вот словосочетанием «Индекс синтаксической сложности». Мы хотели именно выявить избыточную сложность, от которой можно отказаться без потери смысла. Мы отобрали 10 фрагментов законов, которые, на наш взгляд, казались сложными. Например, где-то были очень длинные предложения, где-то много частных оборотов. Мы дали эти тексты почитать испытуемым юристам, профессиональным и студентам юридической магистратуры. И после прочтения каждого из фрагментов мы давали вопросы на понимание, поняли они, не поняли смысл прочтенного, и засекали время, сколько им требовалось секунд, чтобы прочесть там 100 слов в этом фрагменте. И так у нас были результаты этого эксперимента, объективные и еще их субъективные оценки. Все-таки исследователи были убеждены, что законы должны быть объективно сложными, потому что это такая специальная штука, но они должны быть сложными чрезмерно. А вот Константин Добрынин, который в свое время сам писал законы, будучи сенатором в Совете Федерации, считает как раз, что законы должны быть понятны всем. Юристы не должны считать себя носителем некоего сакрального знания, которым они делятся с чернью. Важно, чтобы наш народ знал свои конституционные права и вообще свои права, знал механизмы защиты и восстановления своих нарушенных прав. Тогда у нас люди перестанут писать по любому поводу президенту, а начнут при необходимости обращаться в суд, при необходимости обращаться в прокуратуру, а при необходимости вообще пользоваться институтом медиации. Потому что если мы посмотрим количество судебных исков в год, посматривают наши суды, я не помню, там сумасшедшая, 20 миллионов, еще что-то. То есть у нас народ судится, знаете, бессмысленно и беспощадно. И это говорит в том числе еще об одной проблеме, так называемого дешевого правосудия. Правосудие не должно быть дешевым. То есть люди должны понимать, что в суд надо идти не всегда, а когда ты не смог, например, решить свой вопрос каким-то другим правовым механизмом, безусловно, закон должен быть понятен не специалисту, а должен быть понятен обычному гражданину. И, кстати, именно судей, правда, британских, привел в пример Константин Добрынин. В Лондоне относительно недавно было вынесено решение по крупному бракоразводному процессу российского предпринимателя и миллиардера Фархада Ахмедова. Он длится много лет, там в том числе и сын его задействован. Так вот, судья Гвинет Ноулс, вынося решение, процитировала фразу из Анны Карениной и Льва Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая несчастлива по-своему. И, отталкиваясь от Толстого, пишет судья Гвинет Ноулс, семья Ахмедовых – одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в этом зале суда. И дальше там прям роман. Вот это решение суда можно читать как увлекательное литературное произведение, из которого становится все понятно. И это при том, что в Англии прецедентное право, то есть решение суда становится как бы уже законом, источником права для рассмотрения последующих дел. Если бы российские законы писались настолько же понятно, я уже не говорю о судебных решениях, может быть, людям было бы легче ориентироваться как-то в этом мире и понимать вообще, на что у них есть право, а на что права нет. Ну вот, кстати, Анну Каренину, вы исследовании вышки тоже упомянули, ее также проанализировали с точки зрения вот этого индекса синтаксической сложности. И если в целом у российских законов усредненный этот индекс составляет 40 баллов, то у Анны Карениной 16. Но вот для сравнения, те же исследователи из высшей школы экономики оценили в том числе и красную шапочку Шарля Перро, и она получила нулевой индекс синтаксической сложности. Ну, кстати, Конституция, например, считается одним из самых простых законов, у нее вот этот индекс синтаксической сложности 28. Это очень здорово, что ты сейчас вспомнила про Конституцию, потому что, когда я разговаривала с Константином Добрыниным и просила его выдвинуть свою версию о том, почему законы в России непонятны большинству граждан, он также вспомнил о Конституции. У нас появилась проблема, которая называется реактивным законодательством. Это когда законодатель не выясняет сначала, существует ли действительно пробельность некой законодательной нормы, не проводит исследования, не проводит экспертные какие-то обсуждения, а просто по происшествию некоего события сразу начинает вносить законодательную инициативу, даже не разобравшись, требуется ли уточнять закон, а не право применения. И это называется реактивное законодательство. Скорость принятия подобных законов, к сожалению, огромная. Самый яркий пример последнего времени это так называемая знаменитая Конституционная реформа, где в Конституцию впихнули невпихуемое. И давайте вспомним скорость Конституционной реформы и скорость изменения в Конституцию. Когда обсуждалось бессмысленное множество оправок, многие из которых имели вообще техническое значение, тем не менее, они вошли в Конституцию и стали частью основного закона нашей страны. Ну, вообще-то, Конституция – это не инструкция по пользованию телевизором, это базовый закон государства. Да, там есть нормы принципа, нормы цели, нормы прямого действия. Тем не менее, мы видели, как происходил Конституционный процесс, мы видели, что мы получили в итоге. И когда ты читаешь, например, текст Конституционных поправок и базовый текст Конституции 1993 года, ты видишь разницу, прошу прощения, даже в языке, в его изящности. Поэтому, что уж требовать от тех законов, которые принимаются сейчас. Я помню, как была конференция в 2013 году в Конституционном суде, как раз на тему Конституции. Тогда еще никто не помышлял даже о реформе Конституции. Все говорили, что Конституция свой ресурс еще не выработала. Так вот, коллега Плигин, депутат Госдумы, тогда глава комитета, он сказал, что главное – не допустить глубинный раскол между Конституционным идеалом и практическим воплощением. И он был абсолютно прав. Но, тем не менее, сейчас у нас то, что раскол между Конституционным идеалом и практическим воплощением, у нас с Конституционным идеалом большие проблемы в настоящий момент. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о сложности российских законов с точки зрения русского языка и возможности их понять. И пытаемся разобраться, так сложно пишут законы намеренно или по глупости. Продолжим после короткого объявления. Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Майякбек Вачигаев и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Мне кажется, если бы большинство положений российских законов, особенно тех, которые касаются непосредственно прав граждан, были написаны таким же простым языком, как Конституция образца 1993 года, это многим бы облегчило жизнь. Потому что все понятно и не предполагает разночтений. Хотя тут тоже стоит вспомнить всю эту историю со спорами вокруг подряд-неподряд. Что имели в виду авторы Конституции, когда писали, что президентом может становиться гражданин Российской Федерации не более двух сроков подряд. Это значит, если он сделает перерыв, как в итоге сделал Владимир Путин, он не нарушит положение Конституции или нарушит. Ну вот тогда решили толковать таким образом. Но я так понимаю, что это до сих пор открытый вопрос. Конечно. И поэтому, наверное, логично, если закон написан и просто, и понятно, чтобы не допускать возможных разночтений. С другой стороны, может быть, сложность текстов современных законов как раз и вызвана желанием всё максимально разжевать, как в инструкции по использованию телевизора. То есть привести все возможные и невозможные обстоятельства, но только их впихивают в одно предложение или в одну статью, где 707 слов. И из-за этого совершенно непонятно, что же имели в виду авторы закона. Кстати, вот в этом исследовании вышки названы самые сложные для понимания законы. И там лидируют законы Крыма и Севастополя, которые были приняты в 2014 году и позднее. После аннексии Крыма России. Да. И вот, как говорят сами авторы исследований, эта сложность могла быть вызвана тем, что законы принимали в спешке, а также из-за того, что правовой статус этих территорий не совсем на тот момент был понятен. Для примера я могу процитировать название этого самого закона. У него индекс синтаксической сложности составил 65 баллов, и он признан самым сложным. Это был закон об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты и поддержки, а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. То есть уже само по себе название. На слух это даже нереально понять. И, кстати, как говорит Александр Кнутов, я его попросила немножко рассказать о том, как они проводили это исследование, по каким критериям оценивали сами тексты. И он рассказывает о них достаточно подробно и с примерами. То есть мы можем оценить, насколько все сложно. На первом месте это доля глаголов в тексте. Чем их больше, тем текст легче. Следующая метрика – количество слов в субстантивных именных словосочетаниях в каждом предложении, оценивая тексты. О чем идет речь? Например, как в законе названы самозанятые граждане. В налоговом кодексе в статье 227 прим используется следующая формулировка. Физическое лицо, за исключением лица указанных в статье 227 прим настоящего кодекса, не являющаяся индивидуальным предпринимателем и оказывающая без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и или иных подобных нужд. То есть, чтобы обозначить такую категорию лиц, задействовано 32 слова. И эта формулировка, она дана в законе. И дальше, когда подзаконные акты уже более детально регулируют те или иные отношения, они вынуждены воспроизводят эту формулировку в том виде, в котором она дана в законе. Когда такого рода словосочетания, состоящие из 32 зависимых слов, встречаются и тем более повторяются вновь и вновь в нормативном тексте, это, конечно, очень усложняет тоже уяснение смысла. Дальше это количество слов в абзацах. Это, конечно, банально, но это тоже длинные абзацы, которые не разделены на какие-то структурные единицы. Там, например, страницу занимает, если взять книжный формат, просто визуально сразу мозг настраивается, что здесь что-то очень сложное. Расстояние между зависимыми словами в оцениваемом тексте. То есть между главным и зависимым словом есть множество других слов. И иногда это десятки слов. В законе об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации есть следующая норма, что в целях выполнения определенных настоящим законам задач уполномоченный вправе совершать некие действия. И перечисляется, что он может совершать. В том числе он может направлять органам и лицам. И дальше перечисляется, каким органам и лицам он может направлять. А что он может направлять, мы поймем только, когда дочитаем абзацы до конца. И когда так далеко отстоит зависимое слово от главного, это, конечно же, тоже усложняет текст, потому что в серединке вставлены какие-то свои смыслы, и мозг затрудняется осознать прочтенное. Следующая метрика – количество причастных оборотов, расположенных после определяемого слова в одном предложении. Максимально, что мы выявили, это 17 причастных оборотов в одном предложении. Конечно же, когда в одном предложении такое нагромождение, то это бесспорно тоже усложняет прочтение. Следующая метрика – средний количество слов в предложении закона. Самое длинное предложение – 707 слов. Это полторы страницы книги. Это уже, конечно, за предель, например, в таких длинных предложениях встречается мало, но само их наличие, конечно же, иллюстрирует, что иногда уже какие-то крайности совершенно бывают в законах. И, наконец, последняя метрика, которая по нашей методике менее всего усложняет, текстом все-таки усложняет – это количество грамматических основ в предложении, то есть подлежащее и сказуемое. Все-таки, когда в одном предложении встречается много предиктивных ядер, подлежащее и сказуемое, это тоже не очень хорошо. Не говоря уже о том, что часто, к сожалению, в последнее время российские законы пишут буквально с ошибками, то есть нагромождая это количество смыслов, законодатели в итоге приходят к этой стандартной формуле, проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа. Я нашла комментарий председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, коммерсанту он сказал, что действительно есть некоторые усложнения законов, вот я даже могу его процитировать, предложения становятся огромными, сплошные запятые точки с запятыми, мысль становится не видна. Когда тексты перегружены, это плохо и с точки зрения восприятия, и с точки зрения правоприменения. И, судя по всему, как сказал Крашенинников, в Госдуме некие рекомендации разрабатываются, как правильно юридически и технически оформлять законопроекты, и, видимо, это в каком-то там обозримом будущем будет куда-то направлено. Но вот по мнению Константина Добрынина, еще одна большая беда нынешних российских законотворцев заключается в том, что они часто игнорируют мнение экспертов и экспертов-лингвистов, потому что любой законопроект должен проходить в том числе и лингвистическую экспертизу, которая как раз могла бы и упростить этот текст. И это в том числе приводит вот к той путанице и неразберихе в законодательстве, которая сейчас существует в России. У нас не только законодатели любят шантанировать идеями, но идеями фонтанируют. Ну, честно говоря, все коммунилины. А когда условный идеолог законопроекта не понимает, что, например, для внесения поправок в УК, уголовный кодекс, надо полностью знать в целом уголовный закон, в том числе, например, там положение общей части, которые непрофессионалам кажутся очень скучными. Но, тем не менее, всем интереснее править так называемую особенную часть уголовного кодекса, забывая о том, что любая правовая норма, она живет в окружении многих других норм и применяется вместе с ними. Об этом вообще никто не думает. Уголовный кодекс. У нас вообще самый несчастный и самый большой законодательный уродец с точки зрения того, что с ним произошло и происходит последние, я не знаю, 20 лет. Когда я находился в Сенате, мы специально организовали на базе нашего комитета в Совете Федерации такую рабочую группу по устранению уголовно-процессуальных абсурдов. В нее вошли сенаторы и вошли представители адвокатуры, которые понимали, что действительно надо менять. Так вот, мы пользовались 80% их наработками. То есть мы собирали, мы с ними обсуждали конкретные меры и мы вносили законопроект. По-моему, 15 законопроектов мы внесли, из которых там процентов 30 стали законными. И это те законы, которые, можно сказать, были рождены экспертами. Поэтому экспертность – это та вещь, абсолютно недооцененная многими законодателями, которые не считают нужным читать внимательно, что им пишут в экспертных заключениях на законопроекты. Иногда игнорируют их просто, а иногда просто получают для некой формальности. Когда законодатель поймет, что успех его законопроекта на треть состоит из серьезной экспертной подготовки, тогда мы видим какие-то изменения. Важно пояснить вдоконку буквально про эту общую часть и особенную часть в Уголовном кодексе. В особенной части перечислены, собственно, деяния и наказание за них. То есть, что является преступлением и сколько за это дадут. Ну вот Александр Кнутов рассказал об еще одной причине с его точки зрения, почему законы написаны так сложно. И мне кажется, она тоже довольно справедливая. Это все связано с тем, как принимаются поправки к законам. Просто технически, как я понимаю, быстрее и удобнее добавить уже какую-то новую информацию через поправку в закон, чем переписывать целую статью. И этим пользуются. Есть такие законодательные акты, которые очень часто подвергаются изменениям. Кодекс об административных правонарушениях, Градостроительный кодекс. И они ломают первоначальную структуру этого законодательного акта какими-то точечными поправками. И от этого портится логика, которая была изначально. Иногда можно было бы из одной статьи сделать две статьи, переструктурировать главу какого-то закона. Но это усложняет прохождение законопроекта, потому что его требуется больше согласовывать уже с заинтересованными органами, легче внести какую-то точечную поправку. И вот обилие этих точечных поправок приводит, на мой взгляд, тоже вот к усложнению. В Думе есть управление ответственно за проведение лингвистической экспертизы законопроектов, но они там смотрят главным образом соблюдение формальных правил русского языка, отсутствие грамматических, стилистических ошибок. Но если фрагмент какой-то в законопроекте очень сложный, это не является причиной для того, чтобы было отрицательное заключение и рекомендация доработать законопроект. А еще, на мой взгляд, точечная редакция разных российских законов приводит к тому, что люди часто вообще не понимают, а что происходит у них за спиной. Потому что сейчас, если посмотреть, самые существенные изменения, касающиеся прав граждан и внесенные в российские законы, назывались не так, как их упрощают журналисты, а их называют проект закона о внесении изменений в федеральный закон такой-то и другие законодательные акты. Ну и вот ты даже, предположим, интересуешься работой Государственной Думы и хотел бы посмотреть, это можно делать онлайн, что там депутаты обсуждают, какие поправки вносят. Но посмотришь на это расписание и ты ничего не поймешь из него. То есть если заранее никто из журналистов или заинтересованных других депутатов не сообщит, что вот будут принимать закон о просветительской деятельности, например, да? Ведь он же тоже не назывался законом о просветительской деятельности. Это тоже какое-то сложное нагромождение фраз. Мне кажется, вот это на руку играет некоторым авторам законопроектов, которые пытаются затянуть гайки и все ужесточить и заставить всех ходить, строимый рядами. С другой стороны, в России же две любимых поговорки, касающихся законов. Во-первых, закон «Что дышло, как повернешь, так и вышло». И нынешние авторы законов только способствуют такому отношению к законодательству, потому что если все слишком сложно или слишком не определено, то пока пленум Верховного суда не разъяснит, суды на местах будут принимать диаметрально противоположные решения. А с другой стороны, суровость закона российского компенсируется необязательностью его исполнения. Это вот тоже такая известная приставка. Опять тоже про избирательность законодательства. Про избирательность правоприменения, скорее всего. То есть законы пишутся для всех, а как они выполняются, будем спрашивать через раз. И, соответственно, такое же отношение у людей возникает ко всем этим распоряжениям. Ладно, пронесет, в общем. Меня все это время мучает один вопрос, насколько сознательно законы усложняются, насколько сознательно законодатели пишут их так, чтобы невозможно было понять. И мне кажется, здесь тоже нет какого-то однозначного ответа, потому что, с одной стороны, русский язык во всех юридических вопросах тяготеет к канцелярщине. При этом, с другой стороны, писать законы таким образом, чтобы их невозможно было прочитать и понять, ну, это тоже немножко странно. Я помню, я пыталась разобраться в каком-то документе, рекламентирующем услуги, которые оказываются по ОМС, и там тоже были предложения на полстраницы, где у тебя первое слово, имеющее смысловое значение в начале этого предложения, а зависимое от него слово в конце, и это ты сидишь и тратишь, не знаю, по полчаса, чтобы понять, а что же здесь написано. Я в таких случаях пользуюсь маркером. Просто выделяю все ненужное одним цветом, вот эти все дополнения, чтобы легче понимать, где, собственно, суть. Но иногда это тоже не спасает, и, наверное, хотелось бы, чтобы законы были чуть-чуть понятнее, пусть они не были бы написаны разговорным языком, от законов, наверное, такого никто не ждет, но они должны быть понятными, мне кажется. Это такой, наверное, идеал, к которому стоит стремиться. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин